Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. И сегодня знаменательный день, ведь я наконец-то расскажу вам о потрясающем артисте, о обладателе уникальнейшего голоса, о нашем соотечественнике, об Олеге Анофрееве. Спят усталые игрушки. Вы очень давно просили меня рассказать об этом невероятном артисте. И, честно говоря, я с удовольствием решил это сделать, ведь, по моему скромному мнению, его можно поставить на одну строчку с такими выдающимися талантливыми вокалистами, как Има Сумак, Муслим Магомаев, Геннадий Трофимов. Кстати говоря, обо всех о них у нас были ролики на канале, поэтому, друзья, смотрите по подсказкам, по ссылкам в описании. И вы знаете, очень часто у меня возникали такие мысли, что вот некоторым людям дан голос от природы, и они совершенно этого не ценят, в то время как другие люди очень долго трудятся, очень долго учатся для того, чтобы раскрыть свои вокальные возможности. И при этом у них нет таких богатых вокальных данных. Так вот, Олег Анофриев был тем человеком, кому был дан невероятный голос, и при этом он обладал огромным трудолюбием и любовью к тому, что он делал. Поэтому, благодаря ему и его голосу, у многих советских людей было очень счастливое детство. И даже я помню те мультики, которые он озвучивал, и сегодня я подробно вам об этом, обо всем расскажу. Ну что ж, друзья, перед тем, как мы начнем, я предлагаю вам поставить лайк, подписаться на канал, рассказать о канале друзья. Что ж, друзья, мы приступаем. Итак, родился Олег Анофриев 20 июля 1930 года в городе Геленджике. И его детство пришлось, как вы уже все понимаете, на Великую Отечественную войну, поэтому можно сказать, что оно было не самое радостное. Но несмотря на горести и лишения, несмотря на все трудности, Олег Анофриев был всегда очень открытым, очень позитивным, очень жизнерадостным юношей. И главное, что с самого детства он любил петь и проявлял тягу к драматическому искусству. В 1941 году, в разгар войны, Олег вместе с матерью был эвакуирован в Свердловск. Там произошел трагический случай, когда маленький Олег подобрал один из неразорвавшихся снарядов, и тот разорвался у него прямо в руке. Это на всю жизнь оставило отпечаток, и рука Олега в дальнейшем плохо функционировала. Это стало травмой на всю жизнь. Но несмотря на это, он никогда не унывал и, можно сказать, почти профессионально освоил игру на фортепиано, что он не раз демонстрировал. Страшнее отступление! Страшнее! Я лично вспоминаю момент, где Олег вместе с Михаилом Боярским и Геннадием Гладковым исполнял на какой-то импровизации песенки из советских мультиков, которые он озвучивал. И в какой-то момент Геннадий дал не ту тональность в песне из мультика «Черепаха и львенок». Оба этих персонажей, кстати, тоже озвучивал Олег, но об этом чуть попозже поговорим. Так вот, Олег не растерялся и сказал, ну-ка подожди, дай-ка я сыграю сам. Сыграл сам в той тональности, которая была ему удобна и комфортна. И в этом был весь Олег. Он был очень задорным, очень жизнерадостным, очень темпераментным, я бы даже сказал, хулиганистым человеком. Нас объединяло всегда с ним всю нашу компанию. Творческое хулиганство. Я не боюсь этого слова, я горжусь этим словом. Потому что без творческого озорства и хулиганства ничего никогда не получится. И все эти черты характера можно было услышать в его озвучках. Ведь несмотря на то, что он был профессиональным драматическим артистом, несмотря на то, что он окончил школу Студиум Хат и играл в крупнейших московских театрах, таких как Театр Маяковского и Театр Моссовета, также он очень часто снимался в кино. Его можно было увидеть в таких фильмах, как «Веселые истории», «Сказка о потерянном времени», «Первый рейс» и «Инкогнито из Петербурга», и еще во многом количестве культовых и известнейших советских фильмов. Несмотря на все это, наиболее яркую популярность он получил именно за счет своего невероятного голоса. Сам Олег в интервью не раз вспоминал, что относился к озвучке мультфильмов как к какой-то проходной работе, как к труду, которую он выполнял для того, чтобы поддерживать штаны, зарабатывать деньги. Довольно долго относился к бременским музыкантам как к обыкновенной, так сказать, ну если не заштатной, ну рядовой работе. Но по иронии судьбы, а может быть и нет, он стал известен именно как голос культовых персонажей советских мультфильмов. Его голосом пели Трубадур, Атаманша, Пес, Кот и многие другие персонажи из мультфильма «Бременские музыканты» в первой части. Кстати говоря, когда я снимал ролик про Муслима Магомаева, я сказал, что во второй части мультфильма он исполнял всех этих персонажей. Сейчас я вспоминаю, конечно, такой веселой работы у меня в жизни не было. И, конечно же, он пел за культового персонажа-сыщика. У них как он собакий, а глаз как у орла. И меня начали поправлять в комментариях, мол, а как же Олег Анофриев? Так вот, друзья, Олег Анофриев пел за этих персонажей в первой части мультфильма. Напоминаю для тех, кто не знает, что существуют две части, и потом еще выходили какие-то более современные части, но самые известные советские с культовыми голосами — это две первые части. Конечно же, его голосом пели Черепаха и Львенок из мультфильма, как Черепаха и Львенок пели песню. Известнейший мультфильм, потрясающая песня, но мало кто догадывается, что обе роли исполняет один и тот же человек. И, можно сказать, он не только озвучивает обе эти роли, но и поет за обоих персонажей. Вы исполняете в многих мультиках роли сразу всех героев. А это тоже интересно, театр одного актера. Вы знаете, что это мы практически начали. Я был у истоков этого театра одного актера. Также не стоит забывать мультфильмы «Снежная королева», «Сказка о попе и его работнике Балде», «Храбрый портняшка», «В порту» и многие другие мультфильмы. Во всех этих мультфильмах непосредственное участие принимал Олег и пел за многих персонажей. Как вы ухитряетесь ведь разными голосами за своих столь разных героев. Я вам открою секрет. Это очень просто. Надо очень точно представлять себе своих героев. Кстати говоря, занимателен еще и тот факт, что, несмотря на свой потрясающий голос и на свой драматический талант, Олег еще был и одаренным музыкантом, одаренным композитором. Потому что многие песни из первой части «Бременских музыкантов» и из многих других мультфильмов выходили при непосредственном участии, а некоторые даже были полностью целиком написаны Олегом Анофриевым. Не знаю, я никогда не был композитором, а я все время сочинял музыку, вплоть до полнометражной опереты, которая шла в Московском государственном театре опереты. Или музыку к фильму, которую я и поставил. В общем, мне хотелось попробовать. Все хотелось попробовать. И вы знаете, когда мы говорим именно о голосе Олега, то, конечно же, вспоминается его насыщенный, потрясающий, прекраснейший тембр голоса. Причем сложно охарактеризовать его или как-то типировать, сказать, что он был баритоном или тенором. Он мог одинаково комфортно и удобно чувствовать себя и в баритональной тесситуре, и в теноровой тесситуре. Нужен мне работник, повар коню. Вот она наша зима. А его природный драматический талант позволял ему использовать его голос с максимальным количеством оттенков и красок. Честно говоря, сложно объяснить, это надо действительно слушать. И самое интересное, что вокалу Олег, по сути, никогда нигде не учился. Он был, можно сказать, природником. Природником, который всю жизнь пел так, как умел, так, как у него это получалось, а получалось у него это просто великолепно. А для свисты, что сорвалось и падает... Но также Олег был известен не только озвучкой и пением в мультфильмах. В его исполнении прозвучали такие композиции, как песня о друге из кинофильма «Путь к причалу». Известнейшая песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова». Песня «Больше, чем любовь» и многие-многие другие песни. Я лично вам советую ознакомиться с его, можно сказать, дискографией, послушать золотую коллекцию песен в его исполнении, благо, что можно без труда это сделать через YouTube или через другие платформы. И несмотря на, казалось бы, богатырский голос у Олега Анофриева всегда были трудности со здоровьем. Например, он всю жизнь страдал от ишемической болезни сердца, в 35 лет у него был инфаркт, и несмотря на это он прожил до 87 лет. Олег был скромным, но в то же время дерзким артистом. Он одинаково удачно воплощал и комедийные образы, и драматические роли. Он был невероятно тактичным и воспитанным человеком, и его потрясающий голос влюблял в себя с первого же прослушивания. Чего только стоит одна из самых известнейших песен для советских и российских детей. Спят усталые игрушки из телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Ведь первую версию этой песни исполнял тоже Олег Анофриев. Пишите в комментариях, знали ли вы, что вот этих всех персонажей озвучивал один и тот же человек, и знали ли вы вообще об Олеге Анофриеве. Также пишите, какие у вас есть любимые песни в его исполнении. Ну и, конечно же, пишите свои предположения, какой у него был голос, тенор или все-таки баритон. Я склоняюсь, что все-таки у него был высокий баритон, но он умел им настолько филигранно управлять, что просто диву даешься. Что ж, друзья, вот такой был небольшой рассказ об этом потрясающем и выдающемся артисте. Я надеюсь, что вам понравилось. А если это так, то ставьте свои лукасы, рассказывайте о канале друзьям, не забывайте писать комментарии, жать на колокол обязательно не забывайте, потому что это тоже помогает в продвижении. Ну а я, как всегда, со своей стороны пожелаю вам хорошего самочувствия, отличного голоса и, главное, не унывать по жизни и всегда радоваться и двигаться вперед. С вами был, как всегда, Александр Руманчук. До новых встреч. Увидимся.